друзья всем привет ну что ж наконец-то мы отдефектовали все наши узлы прошло немало времени есть хорошие новости как я думал шо смерть все 2 массовые там закончился будем его реставрировать он стоит хороших денег но спасибо прошлому владельцу серёга спасибо тебе он поставил сюда новый комплект сцепления новый и за эти примерно позапрошлый на в общем и за это время ну сколько там машина у меня два года ну в общем плюс минус четыре года показывает сцепление которому четыре года смотрите люфт да вот этот допустимый люфт у нас допускается ну вообще когда уже закончился маховик 7 зубов выставляем одну часть и вторую часть выставили так в упор замерили провернули 1 2 2 зуба вот это вот у нас и заточку у нас получается и тут любой зуб до берем палец ставим и проворачиваем об довернули хлам маховик это всем зубов всем и маховик у нас идеальный и это нас радует так что смотрите в прошлой серии в прошлом времени мы заезжали и тогда заезжали и спалили диск сцепление подпалили поэтому мы его переклипали взяли новые накладочки одна была в размер а вторая была немного больше увидите наше видео наш denis не переживай 400 цена веришь . денис токарь спасибо ему денис тебе подогнал в размер вторую половинку и у нас новый идеальный диск сцепления сэкономили 5к диск сцепление есть корзина тоже есть корзина меряется ну тут точно я не расскажу тут надо как-то умеряет на усилия в общем надо хорошая железная линеечка ровненько идеально чтобы и меряем плоскость плоскость должна быть идеально не должно быть просветов если у нас будут просветы у нас значит что диск сработался неравномерно и его нужно точнее диск корзина его нужно проточить все наш комплект готов можно собирать есть нюансик у нас потек сальник коленвала сняли нашу наш маховик и как видим сальничек коленвала немного приустал этот мы снимаем новенький ставим 1 2 и показываем про наш кардан я думаю кардан вообще был виновник всего нашего торжества почему было ну кстати это неплохо мы сделали здесь все проверили поменями красавчик и теперь к нашему виновнику вот он вот он лежит этот красавчик так как оказалось думал я решил на подвесной подвесной у нас хорошем состоянии на нем немного есть проседание ну это я думаю это из этого не могла быть вибрация даже если он просевший потом есть здесь центрующая втулка вот в кардане есть центрующая втулка на видео мы вам покажем каком она была состоянии вот такой она вид имеет и видно что тут малеха ее подерла на вот так то она устала нам нужно заказать вот эту тулку не знаю вроде бы жесткая и вот это могло тоже тут приводить она закусывала в общем это нужно поменять и еще обнаружено в общем на вроде бы все отлично не будет показывать но чуть-чуть люфтит но самый вот приколом смотрите это значит что тут что-то с посадочным или с подшипником уже может быть подшипник закончился или посадочная и и я заменил потому что то было разорвано как бы это тоже могло повлиять на вибрации потому что она держит центр и мог центр немного отклоняться но большинстве случаев я думаю скорее всего виновата вот эта крестовина в общем чем была проблема как я дефектовал крестовину кардан был собран взял в руки да ну в принципе по логике повернули вроде все ну четко и так все никаких закусей мы не чувствуем но из-за того что это половина тяжелая и это половина тяжелая мы не чувствуем нагрузки на крестовине мы не можем понять есть ли там закус закусе или нету здесь закусе в общем что я сделал располовинил кардан здесь у нас стоит болт и эта часть на шлицах снимается взял в руки эту половинку крестовины начал поворачивать то есть у нас уже не было вот этой нагрузки у нас была сама крестовина и я чувствовал что одна из крестовин немного под закусы и это скорее всего что была причина но на этом все же не закончилось поменяли крестовину и все но бмв сделала крестовину на весь срок службы и чтобы ее заменить скорее всего что надо искать специальный кардан центр где занимаются карданами им отдавать и они уже будут переделывать крестовин нету крестовин кардан идет в продаже в сборе то есть можно купить всю эту деталь целиком отдельно я крестовину не нашел может быть какие-то там есть по размерам можно подобрать но также чисто забиваем и 39 и крестовину мы не нашли что сделали пару укольчиков сюда что такое кольчики берем шприц с маслом и у нас тут есть сальнички и под сальнички набираем масло и разминаем наши крестовины потом взял я пару в дешек пару баллончиков специальных для как там типа как карбюратора мойки вымываем все там кстати было грязновато заново заливаем масло и вуаля так оно вам конечно ничего не покажет я уже собрал но кардан крестовина в идеальнейшем рабочем состоянии поэтому ставим и проверяем наконец-то и для вас видите маленький такой лайфхак нужно проверять только в разобранном состоянии так смотрите вот я заменил уже эту втулку это называется центрующая втулка здесь получается эта часть у нас к двигателю и на двигателе на коробке на хвостовике есть направляющая которая заходит сюда сейчас она новенькая все красивое мы забыли за наш выжимной выжимной мы использовали лайфхак из интернета там вы увидите маленький видосик набрали мы сюда кстати резиночку подобрали здесь уплотнили давим и смазочка соответственно выходит через здесь подшипничек и как видим там смазочка есть и он идеально будет работать в общем теперь нам нужно сейчас поменять сальник коленвала и собрать назад всю эту вот движуху погнали выбивать его и 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 в общем друзья нашелся герметоз пока мы там снимали дед тут пришел на его порядке свои спрятал уже герметик хорошо что я его спалил так бы еще до вечера искали все сальничек установлен можем ставить кстати за кардан не знакомый рассказал такую историю он водитель со стажем уже ну то есть нормально отъездил водители каруса это него была когда такая проблема на и карусе кардан небольшой и представляете ну какая махина и кардан там маленький потому что двигатель сзади и соответственно немножко нужно там длины кардана до этого до моста начала крестовина подклинивать и карус просто жестко начал аж подкидывать представьте такой вес машины а из-за всего лишь такого коротенького кардана и одной маленькой чашечки которая начала клинить его жестко подкидывает еле доехал домой так что вот вам как говорится большая нота от такой маленькой детальки может сколько много быть проблем всего лишь карданчик прошлом видео вы смотрели как мы за два часа скинули коробку с бмв с перерывом на пельмени теперь нам нужно за три часа успеть это все собрать у нас уже все разобрано готова сейчас начинаем только все собирает до кучи ну как вы думаете мы успеем я думаю да погнали друзья перевестились мы в яму сейчас мы будем устанавливать сюда наш сальный коленвала потом закидываем все сцепление сейчас нужно все промазать повторно виктором герметиком чтобы у нас ничего потом не текло в общем включимся когда уже все ну что же карабас на месте немножко конечно пришлось помучиться кофе ушка нам надеюсь поможет в общем первая проблема наша неудобная конечно я мог маловато я был бы подъемничек было бы получше кстати сколько мы раза три снимали коробку первый раз вилочка у нас на сцепление спала сняли поставили потом второй раз начали закидывать у нас выпал подшипник тоже сняли поправили то поправили сцепление воправили и наконец-то все закинули тут все по прикручивали что там у нас кулиса прикрутили потом задний уход поставили разъем уже закинули кардан осталось на мосту на редукторе точнее прикрутить тут тоже осталось его зажать коробка прикручена тут у нас тоже все прикручено сцепление поставил в общем вроде бы ничего немного и собирать но затратно по времени и неудобно знаю думать что два с половиной прошло сейчас зажимаем кардан ставим выхлоп вроде бы все лишним болтов не обнаружено и защитку и в принципе все можно будет попробовать проехаться проверить спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Даааа Рождение BMW Ееееее Победа Ну что все Короба стоит Сепа стоит Все мы прикрутили Залушитель на месте Осталась проверочка Переодеваемся И едем проверять Пау Время Сцепу надо прокачать А так в общем вроде не плохо Ну Друзья Хотел я вам показать Что Ну Ничего не произошло То есть после этих всех ремонтов Причина осталась та же Вибрация Дергание машины Ничего не поменялось Все перебрали Ничего не поменялось Думаю Проехался по трассе Но не стал записывать Ничего не поменялось Все один в один трусит Но Чуть-чуть поездил После этого Сейчас показываю Что произошло С поворотика я повернул Нажал чуть-чуть газу Запускаю машину И смотрите Включаю первую передачу Опа А ничего не происходит По идее Оборвал Шрус Я охреневший Новое качество Новый шрус Смотрите Это новый шрус Ему пиздец Все Тянем машину в гараж Будем смотреть Что с нашим шрусом Вибрациями И тому подобными штуками Зато на панели Ни одной ошибочки Музыка 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. А ну-ка, заведи ключ и передачу. Кадры, ничего. Что? Ты что с ним? Ё! Так, какой у нас накрылся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА